Чтобы не мучиться, я вам сразу переведу на русский язык. Этот ресурс связан с ремонтом автомобиля, и здесь предлагается всякое программное обеспечение, какие-то файлы, которые помогают автоэлектрику со своим автомобилем или чужим разбираться. Сначала я вам выложил файлы, где люди жалуются, что они ничего не могут скачать. Сейчас я просто захожу на этот сайт, просто как пользователь, не вхожу на него. Давайте посмотрим что-нибудь. Хотя бы здесь вот программное обеспечение, иммобилайзер, ЕЦУ. Хорошо, давайте сюда зайдём. Здесь редактор ВИН-22, установщик, программное обеспечение VAC DTS OFF. То есть это для Audi, Volkswagen, Skoda, программа для отключения ошибок. Вот она эта программа, здесь описание, и здесь видите, то есть я не могу скачать эту картинку, и не могу скачать это программное обеспечение. Владелец сайта предлагает перейти на уровень PRO, чтобы эти файлы были мне доступны. Видите? То есть это лучше всего, и как бы, ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы это можно было скачать, поэтому я заплатил 30 долларов за этот ресурс. Но дело в том, что там скорость настолько низкая, что люди ничего не могут скачать. Сейчас я вам покажу, допустим, здесь видите, у меня все файлы под замком. Вернёмся куда-нибудь, посмотрим ещё что-нибудь. Всё, всё, видите, закрытое, то есть мне нужен доступ, а доступ даёт только PRO уровень. Если я просто регистрируюсь, то, ну, что-то я могу скачать, что-то не могу скачать. Теперь давайте я зайду сюда, здесь у меня будет авторизируюсь. Здесь, видите, видно, что я оплатил по MasterCard, которую я уже поменял. И я теперь могу смотреть. Видите, у него здесь всё время перегрузка сервера. Вот, наблюдается за большим трафиком посетителей и участников. И вот это его мотивация того, что он не может эту обеспечить услугу, и это как бы он, как будто это проблема нас, вот, которые заплатили ему PRO аккаунт этому владельцу ресурсам. Теперь давайте посмотрим загрузки, которые я делал. Вот. То есть я сейчас как бы хочу повторить загрузку. Вот, видите, ошибка сети. Обнаружен вирус. То есть если я хочу скачать Audio A4 Bosch Crypto ExiZip, то я получаю вирус. То есть основная масса у него вирусных файлов там. Вот в чём суть. Так, давайте я ещё сейчас зайду куда-нибудь. Что он тут мне рекомендует? Cardtronic для отключения EGR. Хорошо, давайте сюда зайдём. Вот, 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 вот. И здесь, видите, доступно. То есть 98,3 мегабайта. Здесь Cardtronic Prog software. Давайте я попробую скачать. Маленький файл. Здесь просто картинка. Вернёмся назад и скачаем 98 мегабайт. То есть, ну, практически файл ни о чём. Поэтому люди ничего не могут скачать, ничего не могут получить. Деньги вернуть назад очень сложно. Вот. Дело даже не в этих 30 долларов. Ну, просто это издевательство. Просто получается издевательство над людьми. Ну, основная масса файлов, которые там есть, они все заражены вирусом. Вот, видите, у меня скачка пошла. Сейчас мы переходим в загрузки. Вот, 0 байт в секунду. И даже если я скачаю этот файл, если у меня получится, в чём я сомневаюсь, то у меня Windows 10, у меня Brand Mauser заблокирует его. Вот, 3,2 килобайт в секунду. То есть, 9 часов я буду качать этот файл. Из-за того, что у него перегружен сервер, и то, что он не может куда-то на облако кинуть свои файлы, это он считает, что это проблема тех, кто ему заплатил. То есть, ещё неизвестно, что там в этом зипе, в этой папке. Ну, здесь чётко видно, что обнаружен вирус. Видите? Audio4, Bosch, CryptoEx, Zip. Также владелец сайта говорит то, что у вас плохой интернет. Поэтому я вам покажу, как он у меня работает, чтобы было всё понятно. То есть, при такой загрузке файлов с ресурса, это просто немыслимо. То есть, что-то у него ограничено там, на сервере, и он это, значит, свои проблемы ссылает на проблемы, значит, тех людей, которые ему заплатили за Pro-аккаунт. То есть, эти файлы, которые у него, они, по идее, должны залетать. Но если, конечно, там будет заходить к нему 100 тысяч человек, у него низкая скорость сервера, как я не знаю, на чём он там, на лампах каких-то, знаете, 30-летней давности сделан, то, конечно, такая ситуация будет. Но ты продаёшь услугу, а услугу не предоставляешь. Вот в чём речь. И основная масса этих файлов, они заражены вирусом. То есть, ты распространяешь, к тому же, ещё вирус. Люди часами пытаются скачать что-то, у них это не получается, и вдобавок ещё, если получится, то они получат вирус. То есть, потому что хочу отказаться от этих услуг, потому что распространяется спам и вирус. Я думаю, всё понятно. У него не работает форум, ничего у него не работает, а деньги он берёт. Раньше он только по Paypal, использовал Paypal, а сейчас у него, видно, мастер-карту появилась, что он может с карты снимать деньги. Поэтому вот такая ситуация, что это просто невозможно, этот ресурс распространения спама и вирусов. В итоге, в конечном итоге.